всем привет как-то меня под одним видео неделю назад попросили показать болото я конечно же на следующий день это уже все сделал но по моей лени и занятости иногда даже я не могу да вот только сейчас вот 3 числа я записываю это видео так посмотрим человек меня попросил механику динамического замедления движения перса по болоту или топку место зависимости от несколько насколько глубоко персонаж погружается короче в грязь и так далее до системы я реализовал пожалуйста очень быстро придумал как это можно сделать но реализация немножко долго была так что я вам покажу уже готовы потому что я знаю что большинство людей листают уже просто к самому блупринту бесполезно то есть кучу времени накидывать все это я просто показываю готова так давайте покажу как работает то есть у нас персонаж обычный можете вообще даже своего ставить болото и лягушки квакают все прописывал сам анимации и тогда здесь косяк звук не тормозит но это принципе не проблем я вам сейчас все это покажу как это реализовать смотрите само болото у нас состоит это эктор да сам эктор по сути просто плей разукрашенным материалом обычный материал любой как вы хотите создаете свой наполняете его так то есть вы сами понимаете да эктором на создается блупринт эктор и так далее заходите в этот пустой эктор смотрите какая нас вся схема блупринта и теперь смотрите у вас просто вот этот шарик для этого вам накидывать надо сам плейнт просто берете этот компонент плейнт ставите насколько надо расширяете я допустим расширяете я увеличил его 18 раз моему поводу так теперь на этот плейнт накидывайте бокс коллизию все то же самое бокс коллижен и уже подстраивайте его да смотрите подстроить надо желательно почти почти как равному плейну то есть чем тоньше тем лучше слишком тонкую тоже не надо делать то есть здесь чуть чуть снизу чуть и по ширине по высоту по длине все настраивается ну вот этот плейнт точнее бокс коллизия плейна нам будет соответственно сообщать насколько персонаж погружен данную воду болото смотрите сюда я добавил аудио получается для воспроизведения звуков аудио курсорус поставил сюда звук болото нашего лягушек лакующих то есть чтобы мы подходили и слышали болото или настраиваете заходим иван граф а можете кстати бокс коллизию нажать и бегин оверлап нажимаете плюсик и вот появляется такая да вот беги на игрок из него вытаскиваете из от хектор наш персон на нашего персонажа заранее сразу вы сравниваете то есть вытаскиваете из от хектор делаете равно равно проверяйте персонаж от или или нет после чего бранчем вытаскиваем некоторые штучки да в данном случае это у нас здесь я просто записал что это player как вариант он нам по сути не нужен так или нужен нет нам нужен он будет это для того чтобы просто длинные вот такие нити не 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 вести вот сюда чтобы совсем не путаться получается мы просто создаем из каста промоутовый рейбл и получается вот такая вот штука да то есть мы записали нашу переменную как player после бранча в общем мы из true выносим sequence этот сет можете вообще вот здесь даже поставить это неважно но не влияет особо ничего то есть до бранча и после бранча теперь после sequence как видите да раз два три четыре штучки вывел почему я четыре штучки вывел для этого нам нужно создать персонажи тоже бокс коллизии с помощью которых мы будем определять глубину вхождения персонажа в воду болоты то есть переходим самого персонажа viewport и смотрите я создал бокс коллизию четыре штуки первая бокс коллизия она нам будет говорить секунду она нам будет говорить что персонаж образно это является то что он идет нормально то есть его нормальная скорость вторая бокс коллизия будет говорить что персонаж погружен уже почти по таз пусть да допустим и ему уже что-то мешает передвигаться соответственно вот эта вторая бокс коллизия нам будет говорить что надо замедлить персонажа далее еще одна бокс коллизия и как видите большие промежутки между ними можно сделать поменьше но примерно рассчитывайте что у эктора который у вас болото вот эта толщина должна быть либо на одном либо на втором там уже теоретически подбираете сколько между бокс коллизия места ведь все расстояние и уже там будете примерять и соответственно уже четвертая бокс коллизия говорит что нам персонаж уже погружен в голове по голову и там уже практически не может идти или еще что то то есть просто настраиваете неважно какого размера она может быть вот такого но главное высота теперь мы здесь просто создали бокс коллизии и все здесь персонажи у нас прописывать ничего не надо будет с этим бокс коллизиями видите на них ничего нету то есть по сути создали бокс и закрываем нашего персонажа и заходим наши было то болото вот как раз таки эти секвенсы у нас будет сравнивать первый бокс коллизия вторая третья и четвертая давайте пройдем по 1 вот по первым выходим вверх это 0 до выводим branch branch будем сравнивать так смотрите из нашего персонажа вот player до которые вы можете прямо отсюда вытаскивать то есть вы можете этот скинуть сюда и не вести вот эти линии просто из самого плеера вытаскивать get box это наш бокс который в самих в самом низу в самых ногах и его уже подключаете а из него вытаскиваете такую ноду как из оверла пинг компонент то есть пересекающий компонент то есть если персонаж пересекает компонент бокс да если да из branch в доске из тру дуанс это выполняет один раз дальше я просто принц ринг написал для того когда тестировал далее из complete мы делаем так видите сет это у нас а кстати я забыл да давайте пойдем персонажа еще раз персонаж я забыл вам сказать еще создал три переменные в нем это вот топе 0 топе 1 и топе 2 соответствует нашим вот этим трем боксом которые замедляют персонажа нижний мы не будем учитывать он у нас является так скажем как это правильно отвечающие то что типа нет спасибо все ограничения мы снимаем пусть будет так я надеюсь вы поняли это то есть создаем здесь три переменных типа булин то есть true или фолз все они не помечены галочками так что проблем здесь не должно быть и из персонажа вот я его просто здесь в одного вытащил до персонажа вытаскиваем можете также вытаскивать здесь прям отдельно каждый для каждой строчки своего делать то есть из персонажа мы вытаскиваем set и наши переменные далее мы их выключаем то есть это тот бокс который у нас внизу мы обязательно должны выключить все выключить все данные переменные для того чтобы создать нормальную скорость передвижения персонажа здесь также можете из этого вытащить это character movement и вытащить set max walk speed то есть вот я конкретно сейчас создал отдельную строчку до чтобы они все не перепутывались то есть мы задаем персонажа что перри пресечении нашего нашего болота с боксом нулевым так скажем у него скорость нормальная будет у персонажа и смотрите с фолса мы подсоединяем на reset то есть для того чтобы если какие-то проблемы он сразу перезагружался вот эта строчка вот это перезагружалась то есть сбрасывалась потому что она один раз выполняется и все право это и потом будет проблема из-за из-за того что у нас фолс в любом случае придет она сбросится и соответственно эта логика еще раз может заработать для того чтобы заработала еще раз также мы на бокс 1 который у нас в коленках так скажем да то же самое вытаскиваем из плеера бокс 1 из overlapping также вытаскиваем на branch из branch к сожалению сейчас мы делаем смотрите первым случае мы секвенс не вытаскивали а просто дуанс во втором случае к сожалению нужно вытащить секвенс почему потому что true вытаскиваем секвенс в первом случае мы подаем на reset в любом случае подать на reset надо и во втором случае нам надо дуанс то есть тоже выполнение единожды вот с этим была проблема но я вот так вот ты решил потому что это начало работать принстринг я просто также проверял смотрите здесь какая система так принстринг это нам тоже особо не нужен буду просто проверял то есть здесь первая переменная в персонажа у нас галочка помечена вторая и третья это у нас грудь и голова то есть вот эти да вот это и вот это у нас не помечено и соответственно они не не должны работать и здесь мы получается из самого персонажа также из плеер оттаскиваю play они монтаж я небольшие анимации запилил руками но типа он там барахтается еще что-то вы хотя вы можете да что угодно поставить сюда указывайте анимацию точнее монтаж анимации посмотреть давайте зайдем и меньше так анимация персонаж просто поднимает руки ну то есть она повторяется и стояла кстати как сделать чтобы анимация повторялась потому что она проигрывается один раз смотрите вы должны кстати сейчас еще здесь я покажу анимации давайте при пока закроем я анимации делаете крейт крейт они монтаж у вас появляется вот такой аним монтаж они топе они топе монтаж заходите это все то же самое просто монтаж для воспроизведения теперь нам нужно зациклить эту анимацию для этого нам во первых нужно указать группу для того чтобы воспроизводить данную анимацию то есть вы заходите анимс вот мы это анимс вотный если у вас ее нету заходите виду и вот здесь анимс вот man менеджер его галочку ставите и заодно сразу монтаж с экшен тоже галочку ставите она нам тоже пригодится она скорее всего вас точно не стоит монтаж с экшен теперь смотрите заходим анимс вот сейчас я чуть-чуть увеличу анимс вот монтаж создаем новый слот допустим до новый слот пишите как какое-то наименование я прописал на 1 это топе то есть когда мы погружаемся по колено это у нас топе и вот здесь указываем слотный именно тот который вы прописали нажали и теперь у нас они монтаж именно будет с этой группой работать теперь смотрите нам нужно менеджер с экшен для того чтобы зациклить анимацию в данном случае у вас она не будет зациклена потому что нету так скажем лупа для этого нам необходимо крейт смотрите вот но она похожа да то есть к сожалению так показать не могу на этой анимации давайте я вообще какой-нибудь любую анимацию возьму сделаю с нуля чтобы вам показать как это делать так я монтаж создал допустим теперь видите монтаж с экшен у нас ничего нету кроме дефаут дефаут видите здесь должна быть такая иконочка повтор повтор ее нету она воспроизводится один раз и все чтобы нам создать повтор нам нужно смотрите видите дефаут просто делаем вот так new монтаж с экшен вот просто сюда нажимаете прогревающие new монтаж с экшен допустим пишите любое наименование допустим я напишу луп и вот она появилась на дефаут он также выполняется один раз желательно вот этот луп в конец переносить прям самый конец то есть он передает из дефаут монтаж в луп теперь нажимаете вот сюда нажимаете луп видите появляется повтор а точнее нет не сюда секундочку сам запутался немножко сюда нажимаете и делаете дефаут то есть дефаут переходит в дефаут соответственно а он зацикливается вот она тот ярлычок появился то есть теперь дефаут у нас за цикле наш монтаж будет постоянно проигрываться это для чего нужно когда вы делаете барахты не руками он один раз у вас про барахтается и все остановится то есть персонаж просто пойдет если вы делаете луп он будет постоянно дергать руками данном случае так теперь насчет монтажа я вам объяснил то есть она воспроизводится и мы замедляем скорость персонажа все то же самое как и здесь через player character movement из него вытаскиваем set max low speed я сделал 250 скорость у него стандартная 600 я сделал 250 то есть по колено он замедляется почти в два раза ну и повтор всех остальных действий до пара практически тот же сам единственное мы создаем секунд допустим на втором мы создаем два всего лишь один на ресет другой на дуанс третьем боксе мы уже создаем три значения один на ресет сюда 2 на ресет 2 и 3 на дуанс продолжение своего все то же самое только помечаем галочки как видите да не коленки а вот торс уже где-то следующем то же самое только уже голова вот где наши переменные головы надеюсь вы это здесь принципе поняли что вообще давайте немножко сдвину чтобы было понятнее вот так вот чтобы вы поняли как здесь вот расположены эти линии то есть с каждого вы на первый обязательно ресет делать из каждого на предыдущий делаете а второй на третий здесь у нас ресет только на фолл сделаются все с этих уже не нужно потому что это последний это с головы так я думаю здесь все понятно теперь смотрите монтаж монтаж да так на при погружении персонажа уже по грудь у нас персонаж замедляется еще почти в два раза с 250 до 150 и по того как он уже погружается по голову я скорость замедляю еще в три раза то есть он уже она становится уже 50 все также проигрывается монтаж который вы сделали по анимации если у вас нету анимации вы соответственно это не прописываете ну и дальше у нас идет такая часть которая у нас делает звуки допустим как вы слышали да у нас при по грудь если когда персонаж проигрывается определенный звук я уменьшил тут громкость чтобы вы не оглохли great sound 2d из него вытаскиваем промоута в рейбл записываем ее это у нас будет ссылочка на аудио компонент который по грудь далее мы воспроизводим его вытаскиваем отсюда и набираем play вот ой то же самое далее из play мы уже вводим branch для чего он нужен смотрите когда мы выходим из того как персонаж погружен по грудь далее ему же надо уже по голову погружаться либо наоборот ниже да здесь он уже останавливает вот этот предыдущий звук то есть если он в обратную идет персонаж это у нас уже переменная когда он по голову погружен то есть он должен остановить тот звук который по голову погружен я уж я не знаю как просто это объяснить вам надеюсь вы поняли то есть при том как персонаж погрузь погружен он воспроизводит свой звук персонаж погружен по голову он воспроизводит свой звук переменная это new пар 0 это у нас по голову здесь мы ее отключаем и здесь мы записываем переменную погрузь мы ее здесь отключаем для того чтобы два звука одновременно не воспроизводились но как вы видите я персонажем вышел да то есть у нас вот этот звук точнее вот этот звук не остановился как вариант вы можете на где-то вот здесь на коленках по сути до остановить вот эти два перса звука сразу давайте так и сделала тебя сразу скопирую это я просто это не делал не не повторял так и вот это я тоже скопирую без бранча это у нас я сейчас поставил для того чтобы он остановил звуки которые воспроизводится по голову и по грудь именно на ногах то есть вот на этом боксе так давайте быстренько проверим это но не остановилась возможно какие-то проблемы то ли я чего-то не понимаю да так давайте это поставим не сюда сюда то есть на наш последний бокс с которой персонаж выходит к сожалению тоже не останавливается но здесь надо уже отрабатывать проблема данном случае я уже мои полномочия все я вам показал основу все остальные косяки как говорится мои вы можете сами доработать смотрите еще раз по анимации кроме того что мы прописали луп на наших анимациях да мы их назвали сделали чтобы они воспроизводились сюда самом блупринте нам нужно еще в анимонтаж зайти то есть вы заходите своего персонажа и он у вас там лежит все персон допустим до блупринт они здесь манекен character мышь и в действий у нас так наверно в анимациях да вот анимейшин блупринт в него заходите основной блупринт анимаций и у вас появляется вот такие вот эвен граф и аним граф и смотрите какая здесь структуру еще это если вам необходимо воспроизводить анимации вот это все вот создается смотрите в эвен граф сначала мы пропишем такое мы должны создать три переменных это у нас те такие же переменные как мы сделали в персонажа то есть вот это вот это и вот это да можете даже по сути такие же наименования пустить сюда ну я ведь разные сделал просто для того чтобы вы понимали что они не обязательно должны быть одинаковыми самый конец данной схемы вы должны прописать каст также вытащить из каста уже get player character из основания здесь вы должны вытащить вот эти переменные которые мы создали самом персонаже который соответствует коленке груди и да то есть вот этот топ топе 1 это груди топе 2 это у нас голова и вот эти переменные мы вытаскиваем которые создали вручную здесь на сет обязательно делаем то есть вытаскиваете сет и вот они да вот они с персонажем мы записываем то что типа вот это должно равняться этому и должна вот получиться вот такая вот схема то есть мы должны указывать что мы зашли о колени далее мы зашли по грудь и мы зашли по голову то есть у меня три анимации и вот эта анимация воспроизводится отдельно эта анимация воспроизводится отдельно и это далее если мы сделали а ним even graph зайдем в аним граф здесь немножко сложнее смотрите у вас самом начале либо у вас на вашем проекте да я конечно не знаю как у вас расположено все это имеется вот такая вот схема я объясняю по пустому проекту потому что для каждого человека объяснить невозможно на пустом проекте я могу хотя бы то есть у вас вот такая вот схема вы по сути должны сами понимать что и как выходит то есть вы отсоединяете конечную позу от стоит машины где указывается наш айт айдуран джамп и так далее то есть что вы прописываете и делаете из дефолт вот этой машин стоит машины пишите кэш вы делаете new кэш ос new safe кэш пос то есть если вы создаете кэш вот данной анимации то есть вот она появляется да вот так и далее вы ее уже должны назвать по-своему для того чтобы не перепутаться я назвал ее локомоушен кэш вот она я создал кэш анимации основных это ходьба прыжок и так далее далее вот здесь немножко сложнее да мы вот он бакомоушен кэш который создали теперь мы должны его сделать ссылочку как ее сделать пишите кэш также да и вытаскиваете то что вы прописали до наименования вот он use кэш посылка motion кэш и у нас появляется как раз таки ссылочка на вот этот кэш далее из него вы вытаскиваете ваер блэн пос пербон это у нас смешивание анимации по костям давайте удалю вот она у нас есть то есть вот это у нас смешивает анимации по костям и что еще то же самое копируем просто нажимаете control c то есть копирование здесь еще раз вставляете из него вытаскиваете такую штуку я просто покажу на чистом из него вытаскиваете default слот то есть так и пишите дефалт вот он вылазить сразу слот дефалт или просто слот пишите этот тот слот которым мы создавали уже в анимациях монтаже дефалт слот давайте зайдем анимации вот точнее монтаж анимаций вот монтаж который один из них это по погруженной по грудь вроде бы и вот мы создали слоты вот то есть на ноги на получается по грудь и по голубу то есть раз два три раза щелкнул я соответствии сколько у меня анимаций и каждый слот состоит состоит для каждой анимации теперь по ним графе мы вот вытащили свод вот он дефалт слот пока он просто дефалт вот который вот здесь вот самом начале он существует уже мы его просто меняем на наименование то есть те которые создали данном случае это у нас ноги когда он погружается по колени и уже подключается все вот это подключается лент поз 0 кэш локомоушен до основное передвижение у нас базовая поза теперь смотрите на в р мы должны зайти вот сюда вот выделяете эту ноту заходите на в р ситоп нажимаете плюсик у вас появляется вот еще вот так вот бранч да то есть вот такой нолик сюда давайте пропишем вот так давайте зайдем сначала во первых скелет персонажа я вам просто покажу для того чтобы вы видели да я буду воспроизводить анимацию начиная вот с этой кости то есть я просто руки буду воспроизводить то есть вот это от этой кости spine 3 все что выше находится будет воспроизводиться анимации то есть если я сделаю покачивание головой будет воспроизводиться покачивание головой вместе с анимациями рук допустим и так сейчас секунду я просто взял отсюда скопировал наименование кости обязательно просто вот как здесь написано как здесь написано так и пишите вот сюда иначе работать не будет блендев здесь у нас типа какие мертвые кости и так далее прописывать по-разному все зависит уже от вашего скелета и далее уже из того что вы вот создали да вы прописали от какой кости должна работать все это вы вытаскиваете из и не мэй шин пос уже вот этого вверх он пос также создаете кэш снова создаете кэш делайте наименование какое вам необходимо я сделал топе кэш потом топе кэш 1 топе кэш 2 ну все здесь то же самое на колени когда он погружен по колено когда он погружен по грудь все то же самое тоже спай 0 3 здесь то же самое спай 0 3 просто создается вот можете даже вот это все скопировать единственное что менять вот здесь дефаут групп то есть берете вот это копируйте ну и кэш соответственно вы должны переименовать чтобы у вас не был один и тот же наименование одно и то же вот эти должны быть разные обязательно далее как когда вы вот это все сделали вам теперь надо выдать основную позу для смешивания анимации как раз таки мы будем использовать вот такую штуку как ноду булайн пос байбу то есть поменять позу если перемену то есть если тру допустим да то есть вот эта штука которым мы подписывали even graph вот она вот вот это нам будет говорить то что у персонажа он погрузился по колени здесь она записывается как true здесь в анимациях она подает уже true если она true она подается уже вот к этому кэша надеюсь это все вам понятно если же фолз она воспроизводит анимации движения как обычно то есть и соответственно из этой мы вытаскиваем делаем дальше все то же самое просто заместо локомоушен мы вот здесь прописываем вот эту часть мы первые погружаемся по колено она далее мы погружаемся по грудь это вот она все то же самое здесь ничего не прописывается просто создается если true она выполняет вот эту смешивание вот этой части если же фолз она делает просто локомоушен вот это потому что это тоже не true которым мы прописывали вот в топик да вот здесь вот вот это очень зависимые части да то есть мы их как раз таки и подаем в анимации то есть если у вас не будет анимации вам вот это даже делать не надо не это не надо делать не персонажа создавать эти переменные если вы просто хотите замедлить скорость вам достаточно записать вот эти значения все так и соответственно по того как персонаж уже погрузился по голову конечную мы подаем на так скажем ту позу которую получилось мы подаем уже на конечную то есть если мы кстати сделаем вот это погружение по грудь true погружение по голову true но работать может вообще не одна кстати давайте проверим может быть ни одна из них не будет работать так давайте а кстати мы здесь можем прописать смотрите это же у нас по ним по принтер находится если true так и это true а будет воспроизводиться только по голову так что не путайте чтобы у вас не воспроизводилась одна и та же анимация ну на этом все все что я в принципе вам могу показать давайте еще раз быстренько blueprint это у нас само болото болото я приподнял определенное расстояние от точки сплайна да то есть если я допустим сюда вот кину нашу наш эктор до болото смотрите он просто висит для того чтобы вот это погружение здесь видите есть здесь так скажем углубление сделал земли для того чтобы это болото примут хорошо ровно ложилась и высоту сделал и ширину сделал то есть здесь мы прям можем редактировать сколько необходимо так ну все анимация у меня немножко возникла проблема вот когда я создавал чтобы дефолт постоянно воспроизводилась до но здесь проблем не возникла потому что когда я создал new монтаж section все уже потыков несколько раз здесь все получилось то есть если еще раз давайте запустим если персонаж видите он постоянно держит последнюю часть и сейчас он будет постоянно воспроизводить одну и ту же анимацию потому что она стоит в повторе при погружении в воду по голову вы кстати можете уже сделать здесь смерть персонажа то есть в этом же блупринте вот погружение по голову здесь вы можете прописать допустим делай и и и в самом персонаже если у вас есть какая-то функция или же а я это анимация и так далее вы уже можете вытащить допустим у персонажа есть какая-то функция смерть и да мы здесь прописали вас там хп равняется нулю твой анимации смерти и в топе их то есть в болоте вы уже можете прописать все то же самое все воспроизведение и соответственно уже подадите то что у вас хп на нуле анимация смерти и все и там я не знаю виджет показать ваш персонаж умер вот на данном моменте это уже конкретно все так что друзья пишите если что-то и еще интересные у вас есть я обязательно вам покажу пока а